Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямонтау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Охреново мне тут. Артем, машина! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они из поселка тормозной. Все холодно, Марсом 5. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Аня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот тут, товарищ полковник, и понятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось, разве только чайку заварить? А топлива и вовсе нет. А, да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артем, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест. А твоя дрезина наш состав потянет? Привет, Артем. Чисто. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была, и камера хранения. Рухляди всякой полно. Надо будет прибраться. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря. И начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Шариков. Спочтую шариков. Помещение. Все приготовлено. Пряч Chest. Пряча. Капка. Тихо. Пряча. 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот ты где, дружище! Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда! С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится? Не сговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кум-королю, это же не пешком пожаре топоть. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Барон говорит! Братва! С мест сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на пароводе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашений соваться себе дороже. Кости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае, надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой! Из барон сказал! Из барон сказал! Продолжение следует... На связь слышала местная жительница Юй. Она находится на маяке и отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем. Но аккуратно. Выполняйте. Конец связи. Не услышать! Парон говорить будет! Всем слушать! Парон говорит! Вы, мля, бараны-драны, а душмару поймать не можете! А ту, мля, целой бригадой! А на дому же дюжину пацанов завалилась так! Но так если будете и дальше с раками думать, она всех положит и на вышку заявится! Знаете, какие истории лосматые про эту ведьму рассказывают? Ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать! Они на нее и молиться начнут! Короче, мне реально поздно, как вы ее лоскатите! Хоть пять остров сожгите! Не подожгла! Сука! Ай, больно как! Не вижу ничего! А след! Жоп! Тело все жоп! Не выдержу! Я не могу! Больше! Я не могу! Какого хера вы тут торчи? Чужой! Это кто? Шухер, братва! Братва! Сюда, давайте! Тут все! Жесть! Нашим поможем наверху! Ах, там все, там все! А пламутский взял, братец! Эта швара везде, как и дров! Сажимай, ничем пацаном! И кладешь, сука! Да, милый! Точно! Ну, задрало уже шарик по углам! Да и подорваться тут, как два пальца! Ну и вообще, все сработало уже! Ну, падла, ловушек натыкало! Спросим створены за каждое! Ах, что? Что-то пацаны там наверху долговозятся! Пород реально срать не порвется! И опять не молчаешься! Ах, здорово тут! Кулику только не хватает для полного счастья! Ну и... Стой! Стой! Застрелю! Стой, дурак! Если ты не стреляешь, падла! Хоть один, но за тебя забери! Когда я клянула? Стой, твой удар! Стой, твой удар! Стой! 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 Стой, собак! Стой! 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 Ты ответишь за всяк! Ворон за тебя! За это порвем, сука! Ворон, Ворон! Только про Ворон и заводишь! Почему он не здесь? Наверное, Ворон слишком умный, чтобы сюда приходить! Вас послал! Тупой скот послал за уволь! А вы, послушный скот, пошёл умирать! Ворон за мой труп, вам дишка свой обещал, наверное! Свой рабы, свой шнюк и свой рыбинка! Обещал, да? Только получать вы пуля в нос, а не рыбинка! И договори, как я добьюсь! Придушу этот хромой пёс в его локомах! Сизгейте! Вы обещал! Мы взяли шкур в деревню! Нифигао, вы в неё заберёшься! Разумеется, вы заберёшься! Щас рванули бы её нахер и привет! Дохнем тут на шару! Её оттуда хер выбьешь! Ха! Вот помощь мне пришёл! Сейчас вас, собак, совсем быстро убивать будем! Где же ворон? Вот так! Весь собак отобьём, чай пить будем! Всё тихо, да? Лицо нет уже? Сюда иди, да? Ну да, всё тихо! Ну да, всё тихо! Ну да, всё тихо! Ты его убивал! Ты друг думаю! Дверь, Бекину! Ты стой, я литопущу! Сюда иди! Сюда иди! А-а-а! 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 Ты Артём, да? Проходи! Кто убил Мунай Бай, мой друг! Мунай Байлер, народ Гюль весь в кун! В рабы превратил! Меня так же хотел! Лучше смерть! Маяк! Слышите меня? Приём! Маяк! Отвече! Пять человек у вас! Приём! Слышу хорошо! Ваш человек помог мне! Гюль в долгу! Но зачем вы здесь? Пять лет никто не приходил! Один Мунай Байлер! Гюль, Нара! Что вы знаете об Остенах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны. Искал следы мамы. Ничего не нашёл. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам. Помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо. Я помогу. Артём, надо найти отгиб. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период. Только свежие. Года с две тысячи тринадцатого. Да мир скоро будет там. Можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный. Но у тебя выбор нет. Да, надо. Все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...